добрый день дорогие друзья вы на канале питомника марине стик сегодня 28 января 2020 года и тема этого видео шапочки для собак породы чихуа йоркширский терьер той терьер готовые на заказ который можно заказать на продажу в нашем питомнике начнем с пряжи из которой мы вяжем такого плана шапочки пряжи мы используем мягкую детскую натуральную это фирма турецкая alize angora alize superlana составе которых идут 25 процентов шерсти здесь идет 75 акрила есть гипоаллергенная пряжа пряжа детская бомбина для ручного вязания шерсть мериноса 35 65 акрил пряжи троицкая кроха baby детская пряжа 20 процентов шерсть мериноса 80 акрил пряжа фирмы пехорка ангорская теплая здесь у нас 40 процентов шерсти 60 пан пряжа троицкая подмосковная 50 шерсть 50 акрил пряжа также идет пряжа троицкая деревенька сто процентов шерсть то есть мы используем пряжу детскую мягкую чтобы изделия у нас получались не колюченькие натуральненькие не слишком садились при стирке и переходим к размерам что нужно для того чтобы заказать шапочку по размеру на вашу собачку позирует нам сегодня как всегда наша модель тусенька и вот вы видите когда шапочка не очень по размеру она уползает у нее на затылок маловато у всех собачек породы чихуа головки разные у кого-то лобик повыше у кого-то лобик пониже и поэтому для того чтобы правильно подобрать размер шапочки мы должны измерить обхват горловины там где мы носим ошейник потому что все эти шапочки связаны по фасону шлемик и держатся за счет вот этой резиночки которая у нас на шейке мы должны знать обхват шеи сколько ну дусеньки у нас 27 дусенька толстушка мы должны знать обхват вокруг вот из-под челюсти до и высота лобика как бы головы за глазками до за глазками вот так вот обратите внимание как мы снимаем мерочки 25 дусеньки вот дальше в идеале лучше все равно примерять потому что все очень индивидуально даже зная окружность шеи и высота лба все равно получается все по-разному раньше я вязала шапочки вот такого фасона в 2000 ну вот вот 8 лет мы уже вяжем шапочки по такому по такой выкройке выкройка очень действительно удачная сразу скажу что если ваша собачка до этого не носила шапочки то к ним вам придется их приучать также как к любой одежде кошейнику поводку и идеальным вариантом для того чтобы собачка побыстрее привыкла к шапочке это одевать шапочку перед прогулкой совмещать полезное с приятным одели шапочку вышли на улицу гуляете собачка получает положительные хорошие эмоции значит вот предыдущие все шапочки были у нас вот такого фасона с ушечками одеваются они очень удобно и быстро через голову сейчас мы вам на дусе покажем вот такого фасона с 2019 я стала делать более универсальный вариант увеличила размер вот здесь по лобику вот таким образом как раз для того чтобы не получалось как на дусеньке если лобик вашей собачки очень высокий чтоб не получалось что с шапочка уезжает назад как модель на дусе сейчас который есть слегка маловато таким образом вы можете отворотик этот регулировать делать его больше и меньше и подгонять как раз под размер вашей собачки такие модели в 2019 году пользовались спросом поэтому я вязала их разного цвета вот такая модель розовенькая с полосочкой с отворотиком вот такая модель синенькая с отворотиком с добавлением тут то блестящие ниточки вот такая модель рыженькая с отворотиком как раз вот давайте покажем на рыженькой на дусеньку попробуем примерить одеваются они очень удобно завязки никакие не нужны через голову видите как свитер мы одеваем через голову натягиваем тоже маловато то есть у нас большая толстая собачка вот какая красота ушки надо вправлять ушки это не ложные это настоящие вывязанные ушки то есть вы вставляете ушки собачки вот в эти вывязанные ушки воротничок если он вам длинноват для шеи вашей собаки можно подвернуть как манжетку получиться и сверху как манжетка и снизу как манжетка и вы уже можете регулировать глубину вот прям скажем чтобы у собачки было чтобы собачки было комфортно вы уже будете видеть за счет того что связана эта вязочка резиночка шапочка хорошо тянется и плотно садится на собачку обхватывает головку и как вы видите шейку со всех сторон голова собачки закрыта и в зимнее время года вам не страшны холода и мороза есть вот эти фасоны как раз таки у нас связаны шапочки видите я такого размера вижу например даже одного цвета сразу несколько размеров побольше и поменьше чтобы у меня были готовые варианты есть такого плана шапочки с ниточкой стрейч которая тянется еще лучше чем просто шерстяные значит в этом году я решила дальше пойти по усовершенствовать модели потому что модели с отворотиком в 2019 очень пользовались спросом за и универсальность и я решила добавить раньше я вязала шапочки отдельно у меня шли без ушек например вот осенне-весенний вариант без ушек но с помпончиком и с открытыми ушками сейчас мы попробуем найти какой-нибудь давай хотя бы вот эту с бантиком попробуем по размеру на душу у нас были с рюшечками шапочки с бантиками шапочки с помпончиками шапочки и с открытыми ушками и иногда под заказ когда меня просили покупатели я вязала шапочки вот как была первая на дусеньке с вывязанными ушками и например с рюшечками вот здесь с рюшечками шапочка так но вот эта шапочка дуси великовато но смысл вам понятен в таких моделях у нас открытые ушки не вывязаны ушки все остальное остается также и просто идет какое-то украшение в данной модели это бантик в других моделях это может быть помпончик например вот пожалуйста вариант с помпончиком с открытыми ушками вот вариант с помпончиком и с валиком с таким вот это может быть на дусину вот открытые ушки валик вот такой как украшенец и в этом году я решила немножко поэкспериментировать и по украшать так как были у меня до этого заказы когда люди просили сделать шапочку например с украшениями и с вывязанными ушками вот смотрите как хорошо смотрится на дусе шапочка с открытыми ушками несмотря на то что не это вывязанных ушков сама вот это вот часть обратите внимание хорошо закрыта на голове вашей собачки вот так это выглядит в профиль так это выглядит на дусеньке как там дусенька бедненькая как у тебя скажи так и я так меня уже повернули вот вот ты моя красоточка может быть вот это получится меня померить или вот давай вот эту сразу это побольше и тянется одним словом на свой страх и риск я решила поэкспериментировать и и сделать модели когда и вывязаны и закрытые ушки и вот эти украшения в виде помпончиков бантиков рюшечек и так далее на всякий случай чтобы не портить модель у каждого вкус свой кому-то это покажется возможно перебором скажем так я сама так раньше никогда не делала мне казалось что если уже ушки вывязаны то вот эти все помпончики и так далее уже какое-то излишество вот но учитывая то что у всех людей вкус разный я сделаю эти помпончики специально на ниточки на бантике внутри чтобы если что можно было это все отвязать и у вас остается обычная шапочка как-то это модель не очень хорошо на душе сидит обычная шапочка у вас остается просто с вывязанными ушечками без уже украшения ну-ка пёстренькая такой она хоть и без помпончик но красиво и вот эта стрейчевая нитка вот эти пестрые шапочки она идеально тянется помимо того что связано резиночкой это для для тех у кого нет возможности приехать к нам и примерить на вашу собачку то очень здорово когда ниточка сама тянется садиться на собачку вот вот такие шапочки у нас на сегодняшний день в наличии каждый день мы будем увеличивать как ассортимент готового вязания у нас увеличивается на несколько шапочек по мере я я еще хотела связать поиграть с разнообразными ниточками другими вставочками поэтому все что я новиночки какие будут пополнять нашу коллекцию моделей шапочек все будет у нас сниматься на видео и фотографироваться и вот видите на одной и той же собачки вот это тоже не совсем по размеру вот я почему говорю что надо синенькую померим надо все мерить не каждая модель садится на собачку это маловато так что в идеале лучше приезжать собачкой все это примерять несмотря на то что хочется конечно сделать побольше универсального здесь ведь у нас куча наших подбородков нам не позволяет но в целом смотрится приятненько цвета шапочек могут быть самые разнообразные пряжи сейчас у меня очень много пряжи вам показывалась какой я вижу заказываю на озон приходит большими упаковками поэтому если кому-то нравится какая-то определенная модель нужен какой-то определенный цвет то мы можем и подобрать и связать на заказ шапочка вяжется быстро и забыла сказать что я еще вот такой вот связала ну вот хотелось как-то украсить значит красивый приятный такой лимонный оттеночек и вот здесь сзади чтоб не было просто ровненько подержи вот зато ушко вот так вывязала узор коса просто коса вместо обычной вот как на дусечке обычно это выглядит просто на затылочке резиночкой а для разнообразия сделала с узором коса на затылочке а второй вариант вот зелененькая взади во первых тут зелененькая с желтеньким сочетанием у кого свитера комбинезоны кто-то одежду шапочку поднимает взади на затылочке сделала косичку желтого цвета а впереди сделала вставочку зелено-желтенькую для того чтоб возможно у кого-то комбинезончик двух цветов и чтоб подошли поэтому вот такие мне кажется пестренькие варианты тоже подойдут хорошо под разнообразные костюмчики ну-ка попробуй с помпончиком без ушек стрейчевая очень хорошо сразу садится вот такая из натуральной шерсти аж пушится толстая тёплая вот так с помпончиком с открытыми ушками смотрится и вот такой вот цвет видите мне кажется можно подобрать под какие-то костюмы повторяю все помпончики у нас тут привязаны вот таким образом на бантик что если вам что-то не нравится то это все можно легко отвязать этот бантик и снять этот помпончик если вот он вам не нравится поэтому я буду еще фанта вот коричневенькая с валиком и с ушками раньше повторяю вязала просто если с валиком то без ушек если с помпончиком то тоже просто с помпончиком или с бантиком в этом году потяните-ка давай на досью надень вот эту попробуй она не маленькая в этом году я решила понравится людям или не понравится такой вариант вот вариант с валиком из двух цветов ниток для того чтобы может быть вам было проще под комбинезончик под ваш подобрать здесь вот такой лимонный и коричневый коричневый это стопроцентная натуральная шерсть троицкая деревенька называется и очень даже мне кажется красиво на дусеньке смотрится коричневый цвет все прикрывает все по размеру все здорово если вдруг вы не можете к нам приехать сразу говорю отправками по почте курьерами и так далее в другие города не занимаюсь в идеале мне вообще нравится когда приезжают покупатели мы подбираем индивидуально собачку на вашу примеряем чтобы собачка походила потрясла головой так как если модель будет великовато и собачка будет трясти на прогулке головой и бегать она просто ее потеряет в момент прогулки поэтому надо чтобы шапочка подходила полностью под размер вашей собачки и вы ее не потеряли во время прогулки но если у вас нет такой возможности приехать к нам и примерить шапочку то мы можем вот мы с вами уже измерили дусю мы знаем ее размер я показала как правильно снять размер мы можем таким же образом зная мерки вашей собачки подобрать вам примерные варианты по размеру если вы приезжаете к нам без собачки выбираете модельки на сегодняшний день вот можно теперь дусеньку убрать и попробовать разложить все эти шапочки спасибо наша модель дусенька давайте попробуем показать какие варианты просто вот так вот разложить какие есть на сегодняшний день у нас модели варианты готовых шапочек но повторяю если вдруг вам нравится вот дусенька как у нас полинел какая-то модель и сейчас ее нет в наличии можно просто написать мне сказать здесь отворотик поправить сказать написать какой вам нужен размерчик фасончик какая моделька вам понравилась здесь вот воротничок и можно будет связать в короткие сроки для вас сейчас у нас в Санкт-Петербурге наконец-то наступила зима похолодало поэтому про цены забыла сказать вот сейчас я покажу модельки сразу расскажу про цены и про разницу в цене разных моделек если так ну вот смотрите вот скажем то что на столе находится это все находится в продаже и здесь шапочки разного размера разного фасона и разных цветов из разной пряжи есть пряжа у меня лен хлопок бамбук детская ализе гипоаллергенная по заказу могу связать и такую если шапочка вот такой модельки просто шлемик без украшений с открытыми ушечками вот такая просто шапочка это такая основа из которой у меня получаются все остальные модели такая шапочка любого размера ну я имею ввиду на той пород на маленькие породы собак не на ротвеллера стоит 250 рублей если к этой модели шапочки мы добавляем вот такое вот украшение в виде помпончика например то такая модель с помпончиком будет стоить 350 рублей также будет стоить модель с открытыми ушками но с таким украшением как например валик с открытыми ушками с украшением валик также будет стоить с открытыми ушками и с украшением бантик если это шапочка например с открытыми ушками с валиком и с помпончиком такая модель будет стоить 400 рублей если эта шапочка с вывязанными ушками в зависимости от размера потому что посмотрите какая вот у нас беленькая шапочка по размеру с вывязанными ушками и какая маленькая у нас синенькая шапочка несмотря на то что модель одна и та же из-за размера они просто в два раза одна другой больше меньше шапочки с вывязанными ушками без украшений с украшениями неважно это уже зависит тут от размера и от наличия вот этих ушек стоит от 500 до 600 рублей то есть без украшений вот это с ушками маленького размера будет стоить 500 рублей с разнообразными вот этими как я показывала отворотиками она будет стоить 600 рублей несмотря на то что тут только ушки отворотик потому что пряжа уходит больше и временное изготовление изделия уходит опять-таки больше если эта шапочка с вывязанными ушками вот таким валиком несмотря на размер она будет стоить также 600 рублей потому что временное изготовление шапочки расход ниток занимает больше по всем вопросам по поводу наличия какой-либо модели цвета или желаемого узора фасона и так далее пишите пожалуйста в личные сообщения в соцсети ссылочки будут оставлены в описании под данным видео мы находимся повторяя в санкт-петербурге вот модель рюшечки и вывязанные ушки буду повторять из разной пряжи возможно например будут варианты с полосочкой с вставочками и вот хотела попросить помощи у своих подписчиков подписчиков моего канала потому что у каждого человека вкус и цвет вот в прошлом году у меня заказывала женщина под свою собачку черно-желтый вариант здесь я добавила еще в помпончик обратите внимание там у меня нитка травка которая блестит в помпончике на видео возможно этого почти не видно вот видно немножко что она блестит а в жизни это очень здорово кстати смотрится поэтому я решила вот в эту модель добавить немножко этой ниточки травки на беленькой на беленьком не так чтоб сильно заметно но она переливается блестит и так как она травкой тут всего его два ряда видите она смотрится как снегурочка или как снежинка как будто она пушистенькая мне кажется это очень нежно смотрится на таких очаровательных крошечных собачках как той породы и наши животные получается действительно как какая-то куколка принцесска хотела спросить ваше мнение дорогие мои уважаемые подписчики напишите пожалуйста в комментариях какие варианты моделей вам больше понравились какие стоит вязать какие не стоит где-то возможно что-то уже перебор может быть уже как бы например если у меня шапочка сделана с ушками помпончик уже перебор как вы считаете на ваш взгляд если вы например покупали и выбирали для своей собачки шапочку какую бы модель вы взяли нравится или не нравится вам такие вот например пестрые расцветки потому что много людей много мнений кто-то выбирает под одежду кто-то под окрас собачки кто-то на вкус и цвет я начинала вязать когда такие шапочки часто использовала вязку вот такой например на белом фоне полоски вот здесь вот несколько три-четыре полоски другого цвета впереди внизу стали мне люди говорить что фу эти полоски лучше не делайте стала делать однотонные вот 2019 самый универсальный самый покупаемый вариант шапочек это был чисто белые шапочки просто на ура расхватывали вот поэтому если вам не трудно это займет всего лишь минуточку напишите пожалуйста в комментариях какие варианты моделей вам больше понравились с украшениями без украшений или возможно например вот такого плана пряжа уже является как украшением и не надо никаких полосочек нужны ли добавлять вот к такой модели например помпончики или это уже перебор излишества как вы считаете мне было бы важно и интересно полезно ваше мнение для того чтобы сделать что-то но не делать лишнюю работу на сегодняшний день пока я придумала что если кому-то не нравится помпончик то это все можно отвязать и у вас останется шапочка с ушками или например если вам нравится какая-то модель ее нет в наличии то вот к такой модели привязать добавить вот эти ушки у меня займет час времени поэтому в принципе если вам что-то понравится вы можете написать позвонить и мы подготовим заказ по вашим размерам и желаниям кто не подписан на наш канал приглашаем подписаться чтобы не пропустить новые интересные а возможно кому-то и полезные видео кто подписан оставайтесь с нами до новых видео и до новых встреч на канале питомника марии мистик здоровья вам и вашим питомцам мистик здоровья вам и вашим питомцам